Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня мы в гостях у Владимира Макаева, замечательного человека, художника, народного мастера России, главного хранителя музея, поэт, писатель и просто замечательный человек. Он заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской республики. И вот поводом для нашей встречи послужила его новые работы и новый роман, который называется «Мальчик без времени». Володь, ну, я хотел бы, чтобы мы поговорили сегодня. Наша очередная встреча, и всегда она приносит какие-то новые вещи, новые сюрпризы. И, наверное, это тоже какая-то новая страница в твоей жизни. Я думаю, что вот мы сегодня увидели замечательные новые работы, которые выполнены, ну, непривычно вот для Владимира Макаева обычно дерево, да. А здесь металл, здесь элементы чеканки, какие-то такие вещи нестандартные, несвойственные тебе. Расскажи немножко об этих работах. Эта идея основана на моей внутренней философии. Она где-то подспудно все-таки перекликается вот с моей этой книгой. Потому что те вопросы, которые я ставлю перед собой, как человек творческий, это понятие морали, понятие времени. Вообще-то время меня особенно интересует, настоящее прошлое, будущее. Само понятие хронологии времени. Обратили внимание, это вот у меня роман называется «Мальчик без времени», да. И, конечно, какие-то хрестоматийные вещи, связанные с религией, с религиозной традицией. Вот есть каноническая икона, канонизированная икона, они разделяются православные, католические. Ну, католические несколько под влиянием Ренессанса были, эпохи Возрождения. А православная наиболее вот такая вот в настоящее время актуальна. А у каждого человека относительно этого является свой образ, свое понимание, как творца, как добродетельности, как кто. В общем-то я пошел на несколько рискованный эксперимент. Ренессанс решил посредством декоративно-прикладного искусства выявить вот эту философию. Философию тех вещей, которые являются, опять я извиняюсь, повторяюсь, хрестоматийно зафиксированы в истории за двухтысячелетия, допустим, того же христианства. Как ты сказал, что в нетрадиционном для себя методах, в металлах, в цветных металлах, которые имеют цвет, имеют определенные свои свойства, которые можно придать определенную фактурность, определенную идею, то есть художественную. Вот выполнены мною, значит, где-то 20 плакеток. Вот такие плакетки. Правильно плакетки, да? Ну, да, скорее всего, правильно плакетки, да, но тем не менее я все-таки назвал иконографией, но не потому что, потому что икона, но иконография предмета. Каждая вещь несет в себе свою полочесную, славу, глубинную, глубинную, уходящую века, но осовремененную моим каким-то ментальным взглядом, подсознательным. Над каждой плакеткой надо подумать, да, и осмыслить, о чем она. Конечно, вот, несмотря на то, что каждый, конечно, имеет свое название, потому что автор должен все-таки назвать свою работу, которая подскажет человеку думающему, человеку мыслящему, человеку пытающемуся разобраться, что это такое. Хотя, конечно, готовых требовать от автора, что он в конце концов сказал, и он должен это как искусствовед объяснять, это не надо. Не надо, каждый должен подойти, мысленно представить, а что это? А что это за орден Бабарики, да? Да, да. А что это такое? Или что такое вознесение? Ведь вознесение понятно, иконография, допустим, традиционное вознесение, да? Или сошествие в ад. А у меня вознесение совершенно другое, или пошествие волхвов, это совершенно другая зрительная вещь. Ну, вот, примерно так, вкратце. Да. В интернете где-то есть, кстати, статья по поводу вот этих работ, довольно неплохая. Так что, если кому-то очень интересно... Ну, еще не выставлялись, да? Нет, никогда не выставлялись. Я хотел, значит, в Краснодаре выставить. Ну, так-то получилось, не состыковалось. А мое кредо, я полагаю так, что мастер, мастер, думчивый мастер, интеллектуальный мастер, мастер, стремящийся выявить себя именно как личность, он, для него материал-то не факт, что это только должно быть дерево. Если я, например, делаю, допустим, скульптуру в дереве, ну, я ее и в камне сделаю, и в металле, потому что это надо умение. Конечно, там технологические проблемы, инструментарий несколько другой, а тем не менее, меня просто поражает, когда человек делает одно и то же, одно и то же, и не может пересолгнуть через другое. А мне все равно. Я тебя поздравляю, это замечательная работа, и действительно, это большой успех, я считаю. И, я думаю, на ближайшей выставке, на которой люди увидят, это они оценят. Ну, я хотел бы вот как-то плавно перейти к новому роману Володи. Вот он, издательство «Тетрагров» вышел в 19-м году, вот свежий еще пахнет типографской краской. Вот, здесь замечательное вступление, даже, можно сказать, не вступление, а аналитическая статья об этом романе Ефима Новикова. Насколько я понял, гражданина Израиля. Да, да. Вот, довольно подробно и интересно он анализирует эту книгу, вот, и я с ним, в общем-то, полностью согласен. Спасибо. То, что он сказал, причем очень хорошо сказал об этой книге, и о тебе, все соответствует. Спасибо. В моем мышлении. Я еще хочу сказать, что книга оформлена иллюстрациями самого автора Володи Макаева. Она, может быть, немножко в таком лубочно-детском стиле сделана. Ну, это и соответствует, в общем-то, и теме этого романа. Потому как «Мальчик без времени» — это вот сам Володя Макаев через пространство и время. От маленького, но здесь, собственно, и такие философские какие-то вещи, и отношение Володи к истории, к религии, к миру, к каким-то поступкам определенным, к ситуациям. И вот мы с Володей ровесники, я где-то себя ловил на мысли, что вот это же мое, я там же был, и вот то же самое со мной происходило, Володя. Ну, может, не совсем, но примерно так же, понимаешь? И действительно, она читается с большим интересом. И я советую, кто еще не прочитал эту книгу, почитайте, получите большое удовольствие. Володь, ну, я хотел бы вот... Я знаю, что как бы предверием этой книги была «Баба Рика». Вот это тоже другой роман маленький, но я имею в виду в сравнении с этим. Ну, да, да, да. Но здесь вот «Баба Рика» продолжает свой путь, и более подробно будем так говорить. Вот расскажи, как ты, собственно говоря, вот ты знаешь, вот для меня было интересным, как ты сохранил вот эти все воспоминания, насколько вот ты это кропотливо сохранил в своем сознании. Ну, понимаете, вопрос очень, как говорится, очень интересный. Да, да, да. И на уровне понятия такого, как сознание, вот, о приватах сознания, о которых ломают копию за всю историю человечества, а что это такое понятие сознания? Почему один создаёт так, другой создаёт так? Мира создаём по-разному, исходя из каких-то именно внутренних нравственных посулатов. Как ни странно, моё детство, начиная с пелёнок, мне запечатлелось абсолютно ясно и чётко. То есть говорить, например, что как-то так, вот, с пелёнок, вот, где-то есть там даже цитата, так, скажите, пожалуйста, с пелёнок, а он уже там, а он может ещё и другой вам наврать. И не проверишь, вот в чём дело. Вот такое отношение. Но я помню действительно изумительные картинки очень-очень далёкого детства, что зачастую удивлял своих просвещённых родителей. У меня родители были, мама была литератор, прекрасный русовет, папа прекраснейший педагог. Естественно, когда я начинал рассказывать некоторые моменты своего очень-очень далёкого детства, они, откуда ты можешь это знать в такой, в таком, в таких мелочах. Ты, по идее, не должен знать вообще, потому что мы как бы и не говорили об этом, да? Там, вот, вы помните, в Бабарике смерть бабушки, похороны, пятачки на глазах лежат и то другое. И моё ассоциативное восприятие, это впервые столкнулся с понятием смерти. Вот это вынесено из глубин, из глубин детства, отчасти подсознательно, где-то домысленно, безусловно. Там тоже есть, опять-таки, по тексту. А что за художественная литература? Художество – это без художественного свиста. Да, я говорю, это иронично, но, тем не менее, поэтому, если этого не будет, да кто-то приснять, оно будет кушать, внутрь принимать. – Ощущать. – Ощущать, не будет, да, ну, разве что там для других, какие-то бумага всё-таки, да? Поэтому, конечно, художник слова, как и любой художник, он имеет право на свою интерпретацию каких-то даже исторических фактов. Да, роман действительно автобиографический, везде и всюду. Чтобы там, как бы ни было описание, есть моё присутствие. Но хочу сразу подметить, не горделивое присутствие моё, ай да, ловко, ай да, а несколько, наоборот, сатирическое. То есть, не каждый… – Думаю, что ироническое больше не имеет. – Да, ироническое, ироническое, и сатирическое. Ну, где-то так вот, где-то через дефис, вот примерно вот такое. Потому что не каждый сможет вот так-то оголиться, что вот честный, сумасшедший человек. Потому что многие это понимают совершенно превратно и в прямом смысле слова. Если Аким Премудрый говорит, Вовка, ты настоящий, честный, сумасшедший человек. А это, поверь мне, надо заслужить. До этого надо, это, знаешь… – Дослужиться. – Да, 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 дослужиться. Поэтому именно это несколько эпатирует. Вот, эпатирует, но в том смысле, не в том смысле, чтобы себя показать псевдооригинальным. Дескать, вот смотрите, я вот, знаете, мазохист этот. Да нет, 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 нет. Вдумчивый читатель, ну, конечно, я полагаю, что всё-таки читатель. И ты прочитал этот роман, там, ну, знаешь, всё-таки некая подготовка, подготовленность. То есть просто так, много философических отклонений, много размышлений о бытности, о человеке здравом, о человеке сумасшедшем и как их отличить. И вот это экклезиасовское, дуалистическое, чисто экклезиасовское время камня разбрасывать, время камня собирать, время войне, время миру, оно постоянно присутствует там. Именно, именно вот это экклезиасовское, да? А какое отличие мудрости от глупости? И делает вывод, гениальный экклезиаст, в доме, в доме мудрости плачь, а в доме глупости смех и веселье. Вот, различные. А какое? И всё возвращается на круги своя. Вот вы думаете, вот, это новое, а это старое, забытый веках. Вот как ребёнок, да, познаёт и добро, и зло, да, и, собственно, его ощущения, его вот отношения к этому, это очень важно. Ведь мы тоже, какие-то разочарования у нас в жизни постоянно бывают. Вот, вот, я заметил, что сейчас гораздо чаще, почему-то. Конечно, в возрасте. Может, просто уже постарше стали, по-другому воспринимая мир. Но, тем не менее, вот, детское, детские ощущения и разочарования, по-моему, самые такие тяжёлые, что ли, или интересные. Вот, у тебя сохранилось вот это вот детское восприятие. Ты можешь это сейчас и осмыслить, и показать. Как ты считаешь? Я считаю, что я так и не стал взрослым человеком. По большому счёту. У меня ни в одной книге моей часто вот это где-то проскаливает, да, что, в принципе, а чего же вы отрекаетесь-то? Отрекаетесь от самого светлого, от самого ясного, от самого чистого. Мало того, в Бабарике у меня сказано, первое впечатление было о этом грешном мире, когда я явился. Ну, не в принципе того, что я сторонник реинкарнации, там, или что-то. Это художественный приём. Первое впечатление было такое, а почему все взрослые врут? Да. Все врут. Я маленький, я помню вот это, вот эта дилемма, вот эта. А что это? Почему это так? Думают одно, говорят другое. Там что-то... Делают третье. У меня часто там есть понятие о войне и мире. Вы обратили внимание, да, о войне и мире. А что это за безумие? А кому от этого польза? Кто? Кто? Почему? Брат убивает брата, там, то другое, третье. Вот почему? То есть, понимаете, о том состоянии государственности, вот демиургийские, да, они, много вопросов, очень много вопросов. Лев Николаевич Толстой, это, конечно, я понимаю, что впечатление исповеди, которую я прочитал, не раз меня поразило. Вот это поразило. Великий, гениальный художник слова. Автор «Войны и мира», Анна Каренина, там, «Воскресенье». И вдруг оголяется и говорит, что нет преступления, которые я бы не совершал, как христианин. Я, говорит, в Севастополе я убивал, я, значит, грабил. Я получал доходы, которые не соответствуют трудам. То есть, он пришел к выводу, что его гениальные произведения не стоят того, тех денег, которым гонорары платят. Потому что он говорит, рабочий христианин, там, значит, убивает себя. Я, нету преступления, нету того. А почему? Почему, говорит, вот так вот. И вот он приходит, вот, ну, может быть, где-то заблуждение. Почему? Потому что в христианском отношении отлучение церкви, конечно, я признаю, это был не случайным актом. Ну, вот такие вещи. Повлиял, безусловно, на меня сильно исповедь. Мощнейшим образом на меня повлиял и разум Роттердамский. По хвалу глупости. Просто потрясающе. И отчасти перекликающиеся с ним произведения, это Данте, Ольгейр и Божественная комедия. Мало того, если можно сравнить Божественную комедию, то можно перейти и в другое аналитическое осмысление этого миропонимания, метафизики мира, это Данила Андреева. Ну, самообразование, это великое дело. Когда некоторые полагают, что я закончил там что-то, то-то, то-то университет, и я стал образованным человеком, нет. Те привели навыки хрестерматийные, то, чтобы ты обратно велосипед не изобретал. Научился правильно краски смешивать, историю искусства, историю литературы, а дальше, братец, вкалывать и вкалывать и вкалывать. Вот примерно так. Это вот мое кредо. По поводу этой книги, конечно, говорить можно очень много. Очень много и об многом. И вот, Володь, ты знаешь, прочитав эту книгу, я понял, откуда у тебя вот корни и к стихосложению, к поэзии, к прозе. Откуда твои руки начали делать вот эти произведения искусства. Вот, понимаешь, там ты воспеваешь этого кузнеца, который тебя приручил еще с малых лет. И ты как бы тоже приобщился к этому делу и занимался. Вот, мне кажется, оттуда. И мама с папой тоже оттуда. И вот это вот все, наверное, на генетическом уровне у тебя. Ну, конечно, безусловно, что есть вещи, которые передаются как-то на генетическом уровне. Моральный закон внутри, который мы называем нравственным, ну, можно сказать, 10 заповедей, да? Да. 10 заповедей. И он присутствует в каждом, даже маленьком ребенке рожденном. Как ни странно. Его не научал еще никто, а он интуитивно чувствует, что это нехорошо. Это плохо. И если цивилизация двигается, игнорируя вот это, ну, это гибель. Ну, Рим. Римская империя, да? Погибла от разврата. Она погибла не от слабости своей, там, военной мощи. Она погибла от удостающего разврата патрициев и так далее. Это меня всегда... От пресыщения. От пресыщения, да. От пресыщения. А пресыщение, оно ведет именно к извращениям. Извращением нравственных. Беслишняя сытость ведет к праздности. Да, да, да. А праздность ведет уже к дебилизации. Да, кстати, к дебилизации. Да и вообще-то отношение, например, искусства и понятия моей бытности или моего материального заграждения. Ну, твори, не думай-то об этом. Работник достоин пропитания-то вообще, да, евангелистское. Да, да. Но и сказано где-то 30 лет назад, по-моему, я не знаю, в твоей ли передаче, что там, где начинаются деньги, искусство кончается. Я твердо стою сейчас и по сей. Человек, который поставил цель свою. Ах, а давай я начну вот это. Ой, я заработаю. У меня вот что-то есть. У меня что-то получается. Был у меня здесь один рабочий, неплохой парень. Ремонт делал. Ну, тут все, тут другое. И как-то у него попался от того, что он здесь. Буклетик. Буклетик, где мы художественные наработали. Он говорит, ты вот это, а что ты вот... А я говорю, так ты приклады режешь. Ты знаешь, сколько стоит приклад художественного ружья там? Я говорю, да. А мне неинтересно приклады. Да, какое интересное. Ты бабки, говорит. Да, да, да. Настрижешь бабки. Настрижешь, ну да, да, подход. Подход. Это вот такой, да. А человек заявлен в этот мир, чтобы изменить его. И изменить его не изменить к лучшему. А не негативно, как Герасрат. Да, значит, храм Артемиды подпалил. Ну, знаем. До нашей эры мы его знаем. Но это негативно. Оставить на долгах. И прославился от этого, что сжег храм. Видишь, это все-таки вошел в историю. Великое значение. К чему он стремился. Да, но это злодейство. Злодейство – это грех огромный. Тем более храм сжечь. Ну, так же, как убить Ленона. Согласись. Это тоже страшное дело. То, что я здесь выразил, где это кончается, это уже, значит, я фактически школу кончаю. Дальше, где продолжить. Ну, безусловно. Есть вариант продолжения. Это истории. Истории маленького бабарики, ставшего уже стареньким. Большим. Бабарики, потом стареньким. Уже стареньким. Бесконечно. Человеку, которому есть что сказать, ну, это хорошо. Там, блин, не зря выводится, молчание – золото. Но и даже за молчанием беспричастность – самое отвратительное в состоянии грехопадения. Помните у Данта Легери? Люди беспричастны, застряли между адом и раем, да? И нету им покоя. То есть беспричастие, вообще-то, по большому счету, это одно из самых отвратительных качеств человека. Беспричастный человек, ребенок будет там, он скажет, ну, я не, никто меня не обязывает. В пожар меня никто не обязывает лезть, там, спасать. И вот такой, знаете, чистенький, гладенький херувимчик, нигде не запачканный. Пьяненьким нигде не обнаруженный. Нигде штаны не испачкал. Да, нигде не испачкался. И весь самодостаточный сходит. А загляни иногда внутрь. О-о-о! А там чего только не найдешь. А чего только не найдешь. И как раз по книге, помните эпизод? Не те хорошенькие, гладенькие, прилизанные мальчики, отличнички, девочки и прочее, потом встали. А именно, как бы противоположные сни, которые воспитывались в улице, где есть понятие чести, пацанячий. А если что, можешь получить каблуком под зад. И более того, за предательство вообще-то и перо. Да. Знаете, да, мы с тобой одного поколения, мы знаем Нальчик, как это было, как это все. То есть из них, из них, из этих по педагогии якобы совершенно никчемных людей, а, глядь, получились философы, художники, музыканты. И наоборот, где те, такие гладенькие, чистенькие, в школе были, да? Золотые медалисты. Да, встретишь порой. Встретишь порой. Это прям буквально цилирую по книге. И думаю, как остановился в начале 70-х годов, с тем и пребывает Панония. Я понимаю, что можно говорить о многом и о всем. Вот даже на базе вот этой книги здесь очень много интересного. Есть над чем подумать, почесать затылок. Вот ты сказал первое впечатление, почему люди врут, да? А вот мы с тобой как-то разговаривали, и я тебе сказал, а представь на секунду, что все будут говорить правду. Ведь это будет катастрофа. Согласись. Конечно. Если подлецу сказать в лицо, ты подлец, он-то тебе в суд подастся. Ну, конечно. Презумпция невиновна. Или морду набьет, понимаешь? А он на самом деле подлец. Просто, может быть, это недоказуемо, или дураку сказать, что ты дурак. Да, да. Ну, знаешь, Женечка, тут надо приходить к вечному, и, может быть, евангелистскому, ни суди, ни будешь судить. Да, и не будешь судить. И не будешь судить. Вот поэтому... Или про молчи бывает, или скажи неправду, да, или ложь. Ложь во спасение же тоже бывает, правильно? Ну, я не знаю. Вот как вот оценить вот это? Почему люди врут, и почему будет катастрофа, если люди начнут говорить правду? Вот на твой взгляд, как это вот взвесить? А вот у меня здесь в романе как бы и сказано, словами Домового и Акима Премудрова. Вовка, если ты будешь говорить правду, совсем пропал. Потому что ложь есть великая защита. А чужая душа потемки, как бы, да, до поры до времени. Ну, ладно, говорит там, значит, бабник, казнократ и что. Ну, давайте, давайте. Когда, ну, это еще время придет, а я буду гулять, пить, радоваться с женщинами и прочее, прочее, прочее. Да, когда это будущее еще придет, да, подойдет. Да, но тем не менее, все-таки история доказывает, ничего нету тайного, чтобы не стало явным, ничего. То есть для меня это абсолютно ясно, как, может быть, как никому, потому что я понимаю, что моей мысли, мои какие-то организованные мысли, формы, есть достояние, как и говорили древние, там, значит, Платон, Аристотель, Плиний, Платоарх. Ну, говорили, что, да, это ты ошибаешься, полагаешь, что ты вся отстой, ты что говорит, там, значит, домой кричишь, там, ну, и без этого ясно, ты подумал, уже всем ясно, какой ты, если ты даже плохо подумал, ты уже согрешил, к примеру, да, опять евангелистская. Ну, конечно, человечество как-то должно было защищать, вот почему, потому что вот это понятие толстовское непротивление злу, насилию, вообще-то, в принципе, евангелистское, да, по правой щеке ударь, по левой, это проще, проще. Ну, недаром он сам себя высек практически, правильно? Да, да, но это может быть только при том случае, когда общество достигло такого уровня организации, духовной организации, когда-то действительно есть панацея спасения от всех бед, почему? Потому что, если я, например, отвечаю злом за зло, я умножаю зло в два раза, и это зло, оно катится как шар, вовлекая все новые и новые и новые представители, которые будут. Ну, я не знаю, это очень сложный вопрос, этот вопрос до сих пор не решен. Еще говорят, что, в общем-то, зло, которое ты причинил, оно бумерангом к тебе вернется. Безусловно. Я тоже в это верю, поэтому, собственно говоря, вот у многих людей есть такая философия, не делай зла, и оно не придет к тебе, правильно? Сталкивался. Я сталкивался, извините, немножечко перебил, с различными родами, с различным родом религиозным собранием, концепцией и конфессией, многие, многие, многие я посещал, смотрел, наблюдал, вот, и относительно и евангелистских церквей, и относительно буддизма, и относительно индуизма, и зоостритизма, и везде есть свое, конечно, болезнение, но тогда вопрос, ну, Господь один, а о чем спорим-то? Вот о чем спорим? А почему мой спор религиозный, моя абсолютно истина, а почему, я не могу сказать, что, например, мусульмане, которые у мотора миллиарда, почему, ну, как же так, тысячелетия существуют религиозные сообщества, которые веруют, и это есть, это вера, а найти какое-то вот такое вот взаимноуважительное отношение к вере, как к личности, к его идее, к его смыслу. Мы глубоко зашли. Да, это может быть, слушательный интерес. Я хочу тебя поздравить вот с новыми работами, и вот этими замечательными, с новой книгой. Хочу сказать, что в семнадцатом году вот вышла еще поэтическая книга «Два истока» вот, Володя Макаева, так что Володя у нас не перестает трудиться и день и ночь, и день и ночь. Душа обязана трудиться. Ну, в принципе-то, в абсолютном идеале, когда каждый человек творческий, он все равно ставит себе задачи, что я должен сделать. Ну, впереди это трехтомник поэтический, куда должны войти не менее 70% стихов, которые никогда нигде не печатались. Вот так. Которые для меня почему-то наиболее ценные. И, конечно, книга прозы, потому что есть тоже иронические прозаические рассказы, повести, которые, ну, для меня тоже, если… Женя, пойми, если кто-то думает, что я там хочу вот что-то, я пишу для себя. Об этом ты и написал. Да, я пишу для себя. Если я, конечно, если я написал книгу… Ну, так оно и должно быть. Конечно, книгу написал. Остановился – стоп, а теперь забудь себя. А теперь возьми и перечитай свою книгу. Или ужаснись и от суда убеги. Или с кайфом скажу, о, что-то я интересное нашел, неужели это я? Ай да Вовка, да? Да, ай да Вовка, да такой, да, да, Тима Муфтин. Ну, не в том, значит, каком-то восвалителе он. Я человек скромный, мне это претит. Знаете, Анна Ахматова сказала, я сейчас точно не могу рифмически рифмом сказать, не дай Господь проснуться знаменитым. Ну, это тяжкий крест, это не только тяжкий крест. Ну, у Пастернака тоже быть знаменитым. Да, это многие люди, которые познали тонкости мира, вот через призму своего тонкого сознания, глубины поэтической, или вообще других вещей. А мир удивителен, он во всем удивителен. Помните мое стихотворение, это еще давно-давно, все сборники у вас есть. Да. Мне жаль вас так, мне жаль вас так слепо проходящих. Вы в камне не увидели то, что увидел я, и звездное небо, и эти журавли летящие. То есть это и жаль мне вас вот так слепо проходящих. Да. Вот идет художник, а там коряда валяет. Ну, никто. Все мимо пройдут, а художник в ней увидит. А он сразу увидел. Будущую скульптуру. А потом приходит в музей. Это же, надо же, это как-то так. А то, что за этим стоит великий труд, великая внутренняя работа, ума, культура, да. Этого не может быть, если сам художник не имеет значения, не будет самообразовываться, не будет читать. И, конечно, не с этой вот тыкалкой, да, там, с мышкой, а читать именно силенную литературу. Читать именно классику. Классику и зарубежную, и нашу Куралтия. Русская классика эта, великая эта. Ну, что вы. Гоголь. Я Гоголя бесконечно могу читать. Чехов, Гоголь, Толстой, Алексей Толстой. Это же вообще идеальный русский язык, я считаю. Конечно. Антона Павловича Чехова, особенно короткий рассказ юмористический. Да, это шедевр. Я некоторые наизусть знаю, у нас в музейной работнике, я иногда начинаю, я наизусть, там, хирургия, такие потрясающие вещи. Там, кстати, обратили внимание, есть часто ссылки. Есть, да. Но не может быть потому, что не может быть. Не может быть никогда. Не может быть никогда. Да. Письмо ученому соседу. Да, 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 да. Ну, это же просто. А, Гоголь. Вот, примерно так вот. Ну, и, конечно, гитара. Гитара. Это моя. Вот я об этой гитаре хотел, чтобы ты рассказал. Вот эта гитара очень интересная. Это моя первая юношеская гитара, когда я был совсем юношей. И потом, как странно случилось. То есть, прибегает ко мне, поднимается, я тоже на сестру Анатолию, только Рахаев. Сейчас Анатолий Смаилович Рахаев. Очень замминистра культуры России. Да. Сейчас ректор нашего института искусства. Да, да. Мы вот. Он и в руках у него блестящий инструмент. В лаком играющий. Потому, что в советское время гитар-то у нас не было. В культоварах продавали декандовые за 7,50. От 5 рублей до 12. Ну, 12. Самая кондовая такая. Да, да, да. Они были у фабрика Луначарского, Ленинградская. Иногда с кривым грифом. Ну, да. Вот тут он был под ключ часовой. Да, да, да. И он приносит гитару. Я увидел. У меня, говорит, настрой. Я уведу в шестинку. Ну, я ему настроил. Родители, видимо, подавленное состояние. А она у нас стоила где-то рублей под 30. Ну, да. Под 30. Или 30 даже рублей стоило. И папа посмотрел. Ну, это треть зарплаты, будем так говорить, инженера. Да, да. И маме говорит, что делать. И вот эта первая гитара, линготон, она, ой, сколько же лет ей. Мне, ну, это очень много лет. Даже страшно говорить. Но все течет, все изменяется. Ничто не вечно. Вот. Когда у меня появилась, у меня есть американская 12-струнная гитара. У меня вот эта прекрасная гитара. Да, замечательная гитара. Кремона, да? Да, да, да. Ну, в память вот это. И, значит, я зашел к мамочке. Мамочка ушла, у меня уже царство небесное. Да. И увидел на шифонере совершенно разбитую сулинготон. Угу. В «Сонные воды», вот эта книга, автобиографическая. Там, кстати, эта гитара упоминается. Да, я иду сулинготоновской гитаре по саразеку и пою песню с детьми кострами синей ночи. Мы пионеры, дети, рабочие, да? Угу. 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 И мне так стало жалко. Вот это все оторвано, тут вырвано, все это, прочее, прочее. Струн нету, ну все, колки свернуты. Я ее принес домой, долго не брался, и вот я решил ее реставрировать. В общем-то, от нее, да, от нее осталось гриф. Вот гриф и задняя дека. Угу. Задняя дека. Угу. А это все практически сделано? Да. Вот это все, это все, это уже я делал. Вот тут на коленях. Ну вот, вот такое звучание. Оно, конечно, не превзошло звучание вот этой гитары. Лимона, да? Да. Не превзошло. Но тем не менее, на ней можно все-таки классику играть. Ну, полонезы. Да, да, да. И полонезы, и то другое. Видите, можно играть. А самое главное, она живая. Она радуется. Самое главное, что ты вот ее из детства как бы из юности возвратил. Да, из юности возвратил. Володь, ну я думаю, вот нам нашу встречу неплохо бы закончить тоже гитарой. А. Ну, я хотел, чтобы ты поиграл еще что-то нам интересное. Из своего. Из своего, давай. Да, я могу и сыграть там, и даже как я планировал, даже Альбионе сыграть. Ну, я что-то чувствую, что сейчас не пойдет. Ну, давайте чего-то из своего. Давай. Какой-нибудь минует. Ну, как он нудным станет, вы мне скажите, что я прекращусь. И я не знаю, что это просто. Даже я не знаю, как я думаю. Я думаю, что я не помню. Ладно, так так. Какое-то, он не знаю, как я думаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хотел спросить, Володь, когда ты писал эту вещь, что ты видел или что навеяло тебе? А я скажу, эта история была. Когда у меня была дочечка маленькая, она приходила с моей племянницей, этой сестры, и они играли в «Принцессу». Они играли, укутываются во всякую рвань, в тюль и прочее, выходили вот сюда и, значит, концерт. А я должен был, естественно, сопровождать музыкальный момент. И, наконец, значит, они возмутились и дочка мне говорит, папа, в конце концов, когда ты для нашего балета напишешь настоящее произведение. Вот так вот. Чуть ли не джазовую композицию. Ну, я сейчас, у нас времени такого нету, чтобы ее играть полностью. Я играю наедине неплохо, когда присутся камеры и прочее, прочее, это естественно. Да, я их не профессионал. Володь, ну, вот, глядя на вот эти работы, ты можешь вот свои ощущения выразить в музыке тоже? Вот что тебе вот это вот? О, ну, не... Ну, попробуй. 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 Поработать, построить. Поработать. 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 В шествии приняли участие не только жители Кабардино-Балкарии, но и представители соседних республик. Возле памятника Древа Жизни начался траурный митинг. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Митинг открыл министр культуры Кабардино-Балкарской Республики Мухаддин-Кумахов. Девушки отдыхают. 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 Уважаемые друзья, дорогие земляки, сегодня 21 мая мы отмечаем самую печальную дату для адыгского черкесского народа – 155-ю годовшину со дня окончания Кавказской войны. В истории человечества было немало трагических событий, оставивших тяжелый след в памяти и душах людей. Но Кавказская война 1763-1864 годов была одной из самых кровопролитных, драматичных войн и самой длительной. Но сколько бы не мило лет, несмотря на то, что с каждым годом время отделяет нас от тех жестоких событий, память об этой войне продолжает жить в сознании нашего народа, заставляя нас вновь и вновь воскресить ее трагические страницы, еще раз осмыслить причины трагедии. В этот скорбный для нашего народа день мы отдаем дан памяти павшим. Дорогие друзья, во всем мире этой минуты совершают обряд минуты молчания. Прошу минуту молчания. Дорогие друзья, для совершения поминального обряда дуа приглашается духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской республики во главе с председателем Азрит Али Дзасержевым. Вسم الله, Рахман, Рахим. Алхамдулиллahi, Раббе, Аллимин. Салаху, ас-саламу, аля Расуллина, аля Сейдина, Мухаммадин, вау, аля алии, асхаби, альи, агрейд. У нас есть собак, и парк, и мы не сможем. Мы не сможем. Но другая вещь, мы не сможем. Мы не сможем. Мы не сможем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наш эфир завершен. Берегите себя. Всего вам доброго.